Мне кажется, чтобы устраивающий Украину президент, ведь на самом деле президент должен устраивать только одну страну, ту, в которую он избрал. И когда он страну это устраивает, а это складывается из многих факторов, тогда в этой стране видно воочию, что что-то происходит. И как не критикуй, а очень трудно критиковать, что-то происходит. Вот как у нас в стране, допустим, очень много людей критикуют, критиканы, я разговаривал с человеком, он говорит, вот мы тут работаем, работаем, а вот там где-то, я говорю, слушай, я тебе наберу, что ты делаешь? Он говорит, я кофе пью, в следующий раз наберу, что делаю? В шахматы играю. Я говорю, так ты не работаешь. Вот я как-то в свое время служил в армии в Германии, да, и просто тупо там на заводе работал две недели. Я вообще не мог понять, как они так. Он встал вот к станку, да, и к обеду только, он не отходит, не покоя, он вообще не отходит. Он даже вот так не делает, да, что там типа, что-то я устал. Он все время вот так, он работает. Обед, хоп, пошел, да, вот, а мы все время на кого-то жалуемся. Мы сами не хотим, как бы, и думаем, как же так, я так устал, я вот сегодня сходил вот туда. А что ты сделал, непонятно. Мы себя переоцениваем в плане того, что мы много сделали, да, мы все время мало делаем. Как мы только начинаем работать, да, виден результат. Как кто-то хотя бы начинает работать, виден результат. И на мой взгляд, что работа там президента, там правительства, да, она видна на самом деле. Она видна, как к этому они относились и как их не критикуют. Поэтому, как бы, вот, только народ Украины может определить, какой им человек нужен, да, и только они, и, как вот был задан вопрос, что какой он должен быть, да, он должен быть такой, чтобы это устраивало Украину прежде всего. Украину прежде всего.